Мозаика из цветного камня Одна из наиболее ярких и благородных разновидностей монументального искусства Наиболее сложная из них – флорентийская Эта техника создания композиции из кусочков полудрагоценных и поделочных камней Была разработана во Флоренции в конце XVI века И получила поэтическое название «Каменная картина» А сам Микеланджело называл ее «Вечная картина» Подобные произведения искусства создаются и у нас, в Благовещенске В мастерской художника камнереза Александра Ильича Амплиенкова До 1999 года Александр Ильич проработал в Амурской областной организации Союза художников России Его роспись стен, чеканка, резьба по дереву и гипсу Украшают дома культуры, кинотеатры и библиотеки Но по-настоящему художника увлекла работа с камнем А именно флорентийская мозаика, которая стала делом всей его жизни Он был одним из первых в Благовещенске, кто начал заниматься этим видом камнерезного искусства более 20 лет назад Большой славы Александр Ильич никогда не искал Но его работы в разное время вручались главам государств И высоким официальным лицам от имени жителей Амурской области Во времена первых фестивалей «Амурская осень» Александр Ильич несколько лет был автором и исполнителем оригинальных призов в виде каменных журавлей необычайной красоты Уже не сосчитать, сколько было создано мастером работ Но совершенно точно можно сказать одно Каждая из них уникальна и неповторима Ведь это результат не только особого видения художника Но и кропотливой подборки палитры и материала Которые не так просто найти В природе не существует одинаковых предметов И если нужно скопировать композицию в технике флорентийской мозаики То полного сходства не произойдет Второго такого рисунка не получится То, что выглядит сложнее, сделать, как правило, проще Например, изготовление тигринных полос не идет ни в какое сравнение с собиранием цветка Чтобы создать ощущение единого каменного фона картины Мастеру нужно хорошо поработать с цветовой гаммой и перебрать множество камней Как вспомнишь, в плотах, в общем, вот за агатами культур ездили, по три мешка вот эти Работа над любой каменной композицией выполняется с кропотливой заботой к деталям и чувствительностью к художественному образу Все может начаться не с привычного этапа создания эскиза, а именно с камня А точнее, с того, каким он окажется внутри Камни распиливаются и обрабатываются на шлифовальном станке И здесь, в разрезе, уже видно, что из него получится Например, пейзаж или цветы Из подготовленных пластин купируются необходимые детали Которые потом склеиваются вместе, создавая нужные образы Самые мелкие детали, например, черты лица героев картин Также выпиливаются с ювелирной точностью и бережно склеиваются одна к другой Затем, когда рисунок набран, композиция заливается эбоксидным клеем вместе с каменной крошкой для крепости И уже потом тщательно шлифуются и полируются Так и рождаются вечные картины, на создание которых у мастера уходит от одного до нескольких месяцев Самое трудоемкое в этом деле – подогнать одну деталь к другой так, чтобы даже свет не проходил между деталями А затягивает и не оторвешься Думаю, ну еще чуть-чуть еще, особенно когда получается В основном камни для работы собираются здесь, в Амурской области А также в Хабаровском крае, Якутии и на Урале Который, к слову, с начала 18 века считается родиной камнерезного искусства в России По рассказам Александра Ильича, бывало, добирались до месторождений на севере по реке на плотах А в какие-то места можно было добраться только на вертолете Среди множества работ Александра Ильича есть и те, с которыми он не готов расстаться Настолько они для него уникальны Так, например, у мастера хранится картина, созданная из одной глыбы посредством всего нескольких срезов Пейзаж по наитию сложился сам, так подсказала текстура камня Помимо множества уникальных работ художника, в мастерской на полках хранятся самые интересные и редкие экземпляры каменных пород Больше всего Александр Ильич восхищается красотой амурских агатов Их необычайной иризацией при различном свете и глубиной рисунка Для вдохновения и поиска идей художник нередко рисует картины маслом Которые, бывает, становятся эскизами для будущих каменных композиций В основном это цветы, птицы и животные и, конечно, наши амурские пейзажи Также большую часть в творчестве Александра Ильича занимают религиозные сюжеты В искусстве создания икон есть свои каноны, и для этого мастер изучал иконографию Иконы, созданные его руками, располагаются над входами в Кафедральный собор Благовещенска и других храмов области А также художник является автором образа Спаса Нерукотворного на поклонном кресте в память казакам-первопроходцам Искусство собирания мозаики – дело тонкое и трудоемкое Но, как говорит Александр Ильич, лишь бы было терпение и материал Собирание композиции порой затягивает так, что не оторвешься и бывало на весь день Иногда и сам камень просто подталкивает Главное достоинство флорентийской мозаики в том, что она практически вечна во времени Ведь натуральные каменные краски не тускнеют, не осыпаются и не выцветают Камни оставляют в себе всю историю течения временных лет Ее просто надо уметь разглядеть и прочитать, чтобы создать что-то поистине радующее глаз и душу В этом и есть секрет и вся прелесть флорентийской мозаики Которая только в руках профессионала оживает и становится роскошным произведением искусства Ее прекрасно! Продолжение следует...